Темп сегодня это ярко выраженное инновационное предприятие, говоря сегодняшним языком. Мы являемся разработчиками в первую очередь систем агрегатов для систем топлива питания, систем автоматического управления, конечно, газотурбинных двигателей в первую очередь, как и на протяжении 80 лет, так и других систем для других сфер применения, гражданских и, скажем, специальных тоже, но не только авиационных систем. Поэтому везде, где требуется система управления, везде, где требуется подача топлива с определенным давлением, с определенным объемом, то везде мы предлагаем свои возможности и их реализуем в конечных изделиях, в конечных продуктах. С этой точки зрения, в первую очередь, конечно, темп сегодня это те люди, которые по существу творцы, которые разрабатывают и конструкцию, и программное обеспечение, и технологии, и методы испытаний тех систем, которые мы делаем. Во вторую очередь, естественно, мы производим те системы, которые сами разрабатываем. Мы можем обеспечивать полноценные испытания этих систем, имея очень развитую собственную испытательную базу. Поэтому вот это сочетание всех этих, ну, скажем так, интеллектуальных, в первую очередь, активов, дает нам возможность быть лидерами сегодня. Действительно, вот в этой нашей области темп начинался в 40-х годах, тогда, когда перед страной стояла задача производства самолетов для фронта, для побега. И темп с честью участвовал в выполнении этой задачи на всех самолетах, которые летали на фронте и побеждали врага. Стояли агрегаты, которые были разработаны здесь, на предприятии. Абсолютно 100% тех знаний, того опыта, того духа, того задела, который был сформирован, мы используем и сегодня. Безусловно, на нем базируемся и максимально пытаемся организовать преемственность от него в дальнейшем. Новые продукты, новые услуги, новые возможности. Поэтому мы сейчас развиваем много достаточных направлений, новых и перспективных. Одно из этих направлений, например, это, скажем, повышение интеллекта в наших системах. Несмотря на то, что системы гидравлические, в них начинает появляться более развитый интеллект. В том числе электроника начинает внедряться, естественно, в гидравлические системы. Получается такое сочетание гидроэлектронных систем, обладающих интеллектом по существу. Вот одно из таких направлений сейчас наши интеллектуальные насосы топливные, которые подстраиваются под потребителей. Своим сотрудникам я бы желал в первую очередь получать радость и удовлетворение от тех результатов, которые они получают на предприятии. Вне всякого сомнения мы занимаемся творчеством. Творчеством инженерным, творчеством интересным. Да, всегда есть трудности, да, всегда есть какие-то тяжелые моменты. Но, тем не менее, результаты этого труда должны и обязательно приносят нам радость и удовлетворение. Поэтому хотелось бы, чтобы каждый работник темпа разделял как общий коллектив ту радость от тех результатов, которые мы получаем.